На фоне индустриальных пейзажей территории Санта-Бремер этот объект не надто вылучается. Но важность его тяжко переоценить. Это комплекс кондиционирования для двух цехов. Вместо фрейоновых компрессоров тут сучасная абсорбционная холодильная машина. Технология применения природных хладагентов в этом выпадке воды для айчинных предприемств новая на промок. Санта-Бремер один из первых, кто его оценил и укоронил. Новый холодильный комплекс выник из уместного проекта Брестского предприемства, программы развития ААН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и охованного кольного осяродя. В этот день все партнеры собрались разом, как перерезать урочисто-червоную стушку. Введение этой установки на таком крупном предприятии, как Санта-Бремер, позволит уменьшить выбросы вредных веществ, улучшить качество окружающей среды, улучшить ситуацию в Беларуси, которая подписала и в ближайшее время подписывает протокол, об противодействии изменения климата. В этом проекте было закуплено оборудование и были проведены строительно-монтажные работы для системы кондиционирования двух цехов предприятия Санта-Бремер. Общий объем инвестиций включал в себя 400 тысяч долларов, вклад проекта «ПРООН» – 155 тысяч долларов. Надо отметить, что эти деньги были даны нашим донорам и партнерам, Глобальным экологическим фондом. Новое обсталевание не только экологично корыстно, благодаря тому, что выкиды в атмосферу углекислого газа тут сократятся на 327 тонн в год, а что годовая экономия электроэнергии в складе больше за миллион киловатт-годин. Так что это приклад иншим укладаниям в экологию не только затраты. У нас работают в штате три экологии. То есть все вопросы, касающиеся и утилизации отходов, и защиты окружающей среды, все вопросы экологии, которые общество может сталкиваться, нас, компания, мы занимаемся этим. Брестская область на Огул – доброе поле для экологичных новаций. Отзначил подчас пресс-конференции министр природных ресурсов и оховы новокольного сяродя Беларуси Андрей Каухута. Ваш регион такой очень развитый, скажем, в этом отношении, и мы желаем удачи, и будем рады тоже рассмотреть те проекты, которые могут быть еще реализованы в Брестской области, для того, чтобы совместно с Прон дальше продвигаться в отношении расширения вот этой практики, которую мы видим сегодня на деле. Алиса Грегорчук, Тыгра Накопян, телерадио, компания Брест.